Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара ВК-9001П, он же словно известный клинок. Это танчик, вокруг которого, ну, просто огромные, огромные разговоры ходят. Кто-то безумно хочет себе этот танчик, кто-то безумно жалеет, что у него постоянно не хватает кровной голды для того, чтобы приобрести его тогда, когда он появляется в продаже. Ценник на этот танчик действительно, ну, я бы сказал, высоковат. А вот стоит ли он этих денег, мы с вами посмотрим непосредственно в бою. Итак, ребятки, вопрос очень простой, но и одновременно крайне сложный. Почему данная машинка собирает вокруг себя столько ажиотажа? Чем он настолько хорош? Итак, давайте мы поговорим о возможностях данного танка. Я не буду подробно, как обычно, обсуждать его динамику, его подвижность, его бронирование в каких-то программах или смотреть технические характеристики непосредственно здесь. Мы поговорим с вами о пушечке и дальше просто выкатимся в несколько каток. Итак, пушка собой представляет орудие, которое на 10 уровне наносит неполных 2600 единиц урона в минуту. Я не могу сказать, что цифра какая-то заоблачная и какая-то мега супер, там прям совсем, как для 10 уровня, как для танчика коллекционного, ну, одновременно, можно сказать, в принципе, и премиумного, между ними разница там совсем не в том. Это орудие, оно не хвастается каким-то мега уроном в минуту. Это орудие имеет 10,6 секунды времени перезарядки. В принципе, это нормальное время перезарядки для десятки. Альфа, я бы не сказал, что прям какая-то бомбическая. 460 единиц на бронебойных, подкалиберные 390 и осколочно-фугасные 600. Но при пробитии 65 единиц осколочно-фугасные, ну, используются крайне редко. Вот прям совсем-совсем. Ну, разве что где-то кого-то попытаться добрать, когда уже выхода совсем другого нет. Ну и, соответственно, кинуть кому-нибудь в корму. Окей. И то, кидая в корму, поверьте, очень часто прилетает в районе 300 единиц урона от осколочно-фугасных. Ну и, соответственно, гораздо проще было бы просто бросить обычный бронебойный. Итак, по углам склонения. Углы склонения вверх 10 по сравнению с другими танками вроде бы мало. Но использую я их редко, хотя играю на танчике довольно часто. А вот углы вниз 10 больше, чем достаточны для игры на нем. Плюс на нем есть вот эта фишка, когда вы... Ну, получается, я так понимаю, что вот эти минус 10, они явно не тогда, когда вы вот так вот ровно стоите танком. Они явно, когда вы сворачиваете башенку в сторону. И вот, когда вы башенку в сторону сворачиваете, вам становится, ну, очень комфортно играть от ландшафта. Сейчас выкатываемся в бой и там дальше обсуждаем эту, ну, по мнению многих, имбу. Ну, а пока мы с вами закатываемся в бой, я хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на мой канал, смотрите мое видео. Ребятки, подпишитесь, пожалуйста, я буду вам очень благодарен. Это огромный ваш вклад в развитие моего канала. Как я говорю практически во всех своих видео, вам это не стоит ровным счетом ничего. Это несколько секунд вашего времени нажать на соответствующую кнопочку. А для меня это развитие моего начинания, развитие моего детища. Спасибо вам большое. Я буду очень благодарен вам за подписку, ну и, соответственно, за просмотры моего видео. Итак, ребятки, клинок по подвижности. Машинка для 10 уровня тяжа, тем более с такой броней, как у него. Ну и, соответственно, с такой тушей едет в принципе нормально. Я не могу сказать, что мне на нем скучно играется. Что касается его поворотливости вот вправо-влево, ну, машинка тоже очень приятная. Ну, прям совсем. Мне лично нравится. То есть, доворачивать периодически для того, чтобы пытаться принять на себя рикошет, а не урон, ну, очень приятно и очень удобно. Назад машинка откатывается тоже, в принципе, как для тяжика, довольно бодренько. То есть, в принципе, есть возможность вот так вот из-за укрытия выехать, дать шот и, соответственно, на место закатиться. Итак, что касается бронирования данной машины. Данная машинка считается очень бронированной и не просто так. Дело в том, что когда вы стоите боком, да, вас прошивают, в корму вас прошивают, но вот когда вы стоите вот так вот полуромбиком и с прямо наведенной пушкой, пробить вас крайне сложно. Это связано с тем, что если посмотрите сверху, танчик имеет довольно интересное склонение, прям начиная от орудия по башне по бокам и, соответственно, идут рикошеты за счет этих скосов. Что же касается танчика по броне с морды, морда тоже довольно бронированная. Там есть, безусловно, какие-то зоны пробития, но сказать, что он прям какой-то легкой, ну, абсолютно нет. Что касается пушки, вот сейчас я немножко не довернул и в бок залетело, то, что я вам говорил. Что касается пушки, пушечка, она довольно нормально перезаряжается по времени, имеет офигенный круг разброса, потому что он, ну, в любом случае на вот таких вот расстояниях, в него, в принципе, легко абсолютно поместить практически любой танчик, практически любого размера. На данном танчике я вполне спокойно выцеливал в движении Виккерса и у меня это не составляло абсолютно никаких проблем. Что касается точности орудия, то точность орудия крайне классная. Вот, пожалуйста, первое нам не пробитие, второе нам не пробитие, причем на 800. Я так понимаю, что если бы я не заговорился и начал как-то немножко быстрее продавливать фланг, наши бы шансы на победу были бы, соответственно, повыше. Но, в целом, мы потом просто посмотрим на тот результат, который танчик выдал за бой. Смотрите, сейчас было третье непробитие. Сейчас начнут жадничать и на меня попрут, ну, прям со всех щелей для того, чтобы меня забрать. Так, возвращаемся дальше к нашему танчику. Пушечка поворачивается в стороны крайне бодренько. Мне лично всегда это нравилось, потому что есть такие тяжи, на которых ты начинаешь пушкой вращать, башенка вращается прям вот совсем уныло и, соответственно, нормально ничего ты сделать не можешь. Ремочки у меня закончились. Сейчас потихоньку начнут, как я уже говорил, подтягиваться и разбирать. Но, в целом, ребят, посыл такой. Танчик играется довольно неплохо, довольно приятно. По урону, по непробитиям заценим сейчас, когда вывалимся в ангар и, соответственно, закатимся еще обязательно в одну каточку. Итак, ребятки, смотрите, по результатам боя мы отыграли не очень хорошо, я имею в виду всю команду в целом. Команда слилась, слилась с разгромным счетом. И, несмотря на это, мы смогли сделать 2 845 единиц урона. На поражении получить какой-никакой, а, фармик. И давайте посмотрим, где мы в таблице. А в таблице, ребята, мы на первом месте. И вот теперь подумайте сами, на что способна данная машинка, если вы будете не сами на фланге, допустим, ТТ, а у вас будет поддержка. Если вы начнете прорываться где-нибудь не по холмистой местности, а заедете куда-нибудь в город, там, где вы сможете спокойно ромбовать от зданий. Ну, в общем, более комфортные условия игры, чем сейчас были предоставлены и рандомно в виде карты, и командой, которая, в принципе, там, ну, я бы сказал, что слила все, что можно было слить. И далеко не все зависело от нас в этом бою. Так, сейчас я, глядя на нашу карту, мотнусь на сторону СТ, так как к ТТ туда ехать мне особо желания нет. Вот, поеду сейчас, наверное, вот так вот дам знать, и мы с вами попробуем поиграть на данном танчике от холмистой местности, ну, и попытаемся что-то там сделать. Вообще, честно говоря, танчик достался мне по ценнику, если я не ошибаюсь, в свое время за 20 тысяч голды. Я его взял за 20-ку, получил тогда вот этот вот легендарный камуфляж, который присваивает имя. Честно говоря, я не любитель всех вот этих легендарных камуфляжей, не люблю за них переплачивать, но тогда было такое предложение, по-моему, клинок без всей вот этой шелухи я тогда взять вообще не мог, ну, и, соответственно, взял его таким, какой он есть. И за 20-ку мне кажется, что, в принципе-то, и неплохо. Я по поводу ценника даже на сегодняшний день склоняюсь к тому, что 20-ка для этого танка это много, если сравнивать с другими танками, если сравнивать достаток, скажем так, голдишки у игроков в игре, которые, допустим, не донатят. То есть, в принципе, клинок для тех, кто не донатит, это вот такой вот танчик, который, ну, прям 40 раз придется подумать перед тем, как его себе покупать, перед тем, как на него тратить кровную голду. Но поверьте мне, вы не пожалеете, даже если вы 20-ку отдадите за данный танк, вы не пожалеете ровным счетом ни об одной потраченной золотой монетке, если вы научитесь играть на этом тяжелом танке. Если вы поймете, каким ромбом выезжать, если вы поймете, как танковать снаряды башней, допустим, там, от каких-то преград. Ну, в общем, когда вам в руку нормально ляжет этот танчик, вы реально перестанете жалеть каждый потраченной золотой на эту машинку. Машинка очень годная, машинка очень классная. Периодически, безусловно, бывают на ней проигрыши. Но, ребят, с тем, как он танкует, с тем, как вы заезжаете и, в принципе, можете отхватывать, извините, трындюлей от всех, кому не леня. У меня были стычки, в которых трое пытались меня задолбать, но у них это не получалось. И после этого подъезжали ребята с командой, поддерживали, и мы вытягивали реально весь бой. Ты понимаешь, за что клинок все так сильно хотят себе. Я не расхваливаю танки никогда. Я никогда не говорю, ребята, обязательно берите себе этот танк. Этот танк прям просто супер. Я говорю свое субъективное мнение, как в моих руках играется эта машинка. Как она играться будет в ваших руках, это вопрос. Вот сейчас я замолкаю, замолкаю про одной простой причине. Потому что сейчас дело принципа, нас двое против нас йох, и, соответственно, на кону сейчас победа. Поэтому, ребят, если вы не против, я чутка помолчу и попытаюсь что-то сделать годное для этого боя. И так, ребятки, это победа. Спасибо вам большое за то, что дали мне возможность молча доиграть этот бой. И, в принципе, вывести его на победу, так как не очень сложно сосредоточиться на игре, тогда, когда параллельно рассказываешь что-либо о танчике. Ну, а, соответственно, отсутствие сосредоточенности могло привести к негативным результатам. Ребятки, за нашу победу мы отыграли, в принципе, неплохо. 3000 единиц урона, 2 фрага. Мы получили с вами 46 тысяч с серебром. Это не очень много. У него не очень высокий коэффициент фарма. И вот, глядя на таблицу, мы находимся на третьем месте в нашей команде по нанесенному урону. Но, ребят, мне кажется, что два боя, которые я сейчас откатал, они и показывают танчик в том виде, в котором он есть в руках реального танкиста, не статиста, не супер-мега-скиллового игрока, а просто вот в обычного заурядного менее 50%-ника. Поэтому, ребятки, вот реальная внешность клинка в бою. Если вам понравилось, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео, напишите свои комменты к данному видео, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео, но и приглашение на стримы, там, где мы гоняем, веселимся и реально общаемся в чате. А отмитня сейчас пока все. Всем всего хорошего, всех благ. Играйте в танки, фантись, копите на свою мечту, она обязательно сбудется. Хотя бы в World of Tanks Blitz однозначно. Всех благ, ну и, соответственно, мира вам.